Звучит музыка Когда начинаешь задумываться, что именно же снять для стоков, часто возникает большая проблема. Но не для меня и не сейчас, поскольку место, где мы находимся, оно уникальное и оно идеально для стокеров. Для инстаграма, для тиктока, для стока, для всего идеально. Это Лауре Сильва. Это разновидность лаврового леса, занесённая в ЮНЕСКО. И этим местом вдохновлялась Джон Роллинг, когда придумывала Гарри Поттера. Я думаю, вы слышали о таком. И думаю, кое-какие места вам даже покажутся знакомыми. Именно здесь мы сейчас будем снимать материал для стоков на вот эту камеру Nikon Z50. Обычная, достаточно бюджетная камера, но главное, там есть и 4К, если мы будем снимать видео. И качество фото тоже достаточно хорошее, чтобы его можно было заливать и продавать. Давайте сразу скажу, что таймкод будет в первом закреплённом комментарии под видео. Это для тех, кто спешит и мои разговоры в вечном и зелёной траве не нужны. А тема, которую мы сегодня затронем на экране. Что-то более подробно, что-то вскользь, но они будут. Пару слов о том, что такое для меня микро стоки. В принципе, стоки. Это инвестиции, вложения. Вы вкладываетесь, только здесь вы вкладываете свои силы, нервы, чтобы в итоге это приносило вам деньги. А ждать иногда нужно очень долго. И, конечно, всё это, всё, что я озвучил, связано с рисками. То, что вы можете, в принципе, и не заработать. Поэтому очень много людей ещё на ранних этапах, когда загрузили первые свои фото, первые 10, 100 фото, видят, ничего не продаётся. И забрасывают это и говорят, да ну это всё, это не работает, это не для меня. А потом проходит год, несколько фоток или видео у него продались-таки. Он понимает, ага, всё-таки это работает. Снова начинает заниматься стоками, съёмками. Снова ждёт продаж, опять их нет. Снова забрасывают и уже навсегда. Давайте перенесёмся ко мне домой и пройдём привычную съёмку для стоков на монолитном фоне. Для этого я использую световое оборудование от компании SmallRig. Да-да, они ещё и свет делают, причём хороший. У меня модель RC120D, которая имеет активное охлаждение, гнездо для фотозонта, зажим без щелчков, в общем штука внушает надёжность. Основные спецификации данной модели на экране. Также у меня два софтбокса, которые можно полностью собрать за пару минут и начать съёмку. И мой любимчик это софт в виде шара, который можно собрать, точнее разложить буквально за секунды. А так как у меня в комнате стены потолок белый, такой форм-фактор позволяет рассеивать свет в разные стороны. И как облагается светом, конечно, можно управлять дистанционно через смартфон. И также есть встроенные эффекты, как это сейчас модно. Типа вспышка молнии, фотоаппарата, вечеринка, фейерверки и так далее. Думаю, всплыл логичный вопрос. Почему не вспышки? Действительно, вспышками можно дать гораздо большую освещенность. Но я снимаю не только фото, но и видео. Плюс мои модели это обычные люди и некоторые из них тяжело воспринимают именно вспышки. В общем, чувствует себя не очень комфортно. Плюс с постоянным источником света я сразу вижу световой рисунок. А для импульсного света мне нужен пилотный свет. И это уже, как правило, вспышки подороже, чем обычные накамерные. Ну и к тому же я сейчас снимаю на камеру Янгно, про которую сделаю потом отдельный выпуск. А у неё, так получилось, нет горячего башмака. И если честно, непонятно, может ли она вообще работать со вспышками. Ну хоть как-то. Давайте схематично покажу, как я поставил свет. По сути, у меня модель зажата в углу и свет тоже направлен в угол. Это, конечно, не позволит мне сделать белый фон чисто белым, но мне это и не нужно. Чётких настроек камерой, конечно, дать не могу. Разные камеры, разные объективы, разные качества. Но в данном случае нам никакой боке не нужно, а значит и открывать максимальную диафрагму тоже не нужно. К тому же при этом часто бывает винетирование, а это уже нехорошо. Так что можно закрывать до момента, когда пропадает виньетка. И исходя из логики снимка и необходимой глубины резкости. Выдержка ставится исходя из активности движения модели. Следите за тем, чтобы не было смазов. И уже напоследок выравнивайте экспозицию с помощью ISO. Так, чтобы не полезла явная зернистость. Вот достаточно показательный стоковый снимок. Подходит для рекламы работы на дому, обучение на дому и просто учеба. Модель размещена таким образом, чтобы было место, куда поставить надпись. А качество снимка должно быть таким, чтобы дизайнеры или те, кто его купил, не стеснялись зумировать его под свои цели. В общем, снимать нужно фото так, чтобы его было удобно адаптировать под рекламу. Субтитры создавал DimaTorzok А теперь затронем животрепещущую тему как релизы. Есть релизы модельные, а есть property. Второе понадобится, если на вашей фотографии изображены объекты чужой собственности. Логика заполнения и тех и других примерно одинаковая. Мы же рассмотрим модельный релиз. Выглядит он так. Или так. Или вот так. Сразу скажу, что Shutterstock и Adobe Stock любят, когда им присылают модельные релизы их образца. Дополнение очень простое и имеет идентичную логику. Всегда есть окно для фотомоделей, информация о модели, фио, адрес, почта, телефон и роспись конечно же. Информация об исполнителе это фотограф и тот, кому принадлежит кабинет на фотостоках. Это важно. И последнее это свидетель. Важный момент. Если вы снимаете для чужих стоков, бывает и такое, то пишите себя свидетелем, а исполнителем вашего заказчика. Иначе релиз попросту не примут из-за несовпадения имен владельца кабинета на стоках и исполнителя. И также есть такое приложение как Easy Release. И если честно, оно меня в последнее время очень выручает. Но сразу скажу, оно платное. Заполнить его очень просто. Жмешь плюсик. Вводишь имя название фотосессии. Какое-то условное для ориентира. Дальше жмешь Next. Заполняешь дату съемки. Снова Next. Имя модели. Кстати, при самом первом заполнении попросят ваши данные. Жмем Next. Биваем адрес. Почту. Телефон. Дату рождения. Если модель несовершеннолетняя, то попросят заполнить данные родителей. Потом заполняем пол. Далее расовая принадлежность. Этот пункт можно не заполнять. И запрос на фото модели. Если модель возле вас, вы можете ее сразу сфотографировать. Если же нет, можете использовать фото из библиотеки телефона. Потом появляется вот такой список. Прокручиваем вниз. И расписываемся. Вы за себя. Модель за себя. Свидетель за себя, само собой. Субтитры создавал DimaTorzok Давайте вернемся обратно в горы, чтобы выпуск не был слишком занудным. Для меня стоки это своего рода поддержание штанов. Финансовых. Само собой. У меня это не занимает целый день, целую неделю. И я не делаю это настолько активно, как некоторые профессионалы, которые действительно зарабатывают на этом много-много денег. А иногда организуют специальные компании и уже собирают материал от людей, которые снимают для стоков. Именно для их платформы. А они это продают, зная уже, что делают. Для начала, какие платформы я использую. Это три основных. Chatterstock, конечно же. Adobe Stock и Punt5. Конечно же, всегда возникает логичный вопрос. Что снимать, чтобы фото или видео были востребованы? И здесь есть несколько вариантов подхода. Можно, конечно, проанализировать рынок и посмотреть, что актуально в данный момент, чтобы ваши какие-то работы продались как можно быстрее. Допустим, тема ковида. Все понимаем, что все, что связано с масками, какими-то креативными решениями, обыгрывающими маски, вирус, они будут чаще покупаться. Можно использовать какие-то долгострои. В данном случае у меня есть красные коровы, рыжие коровы. Их чаще называют Red Cow. Они на лугу, здесь будет сейчас туман. И я буду снимать уникальные кадры, которых с коровами не у многих можно будет найти. То есть мои коровы будут самые лучшие. Я поснимаю коров в основном на видео. Это будут фрагменты 30 кадров в секунду с земли. Они будут потом покрашены так, чтобы это все было достаточно ярко, но не ядренно ярко, чтобы захотелось это купить. И с расчетом, когда какая-то тема всплывет в интернете, когда нужны коровы, реклама какого-то молока, мясо и нужно показать что-то такое красивое, уникальное. Мои коровки могут быть нужны хоть по чуть-чуть, но всегда. Я очень надеюсь, что у них хорошее настроение. И я хочу выждать, когда пару коровок выйдут куда-нибудь подальше к деревьям. Поскольку сейчас уже потихоньку начинает наплывать туман. И я смогу поснимать их уже отдельно. Они вот так чилищие в стаде на пляже. Ну это коровий пляж, да? Луг. Это не очень интересно. Никто это не будет покупать. Нужно, чтобы корова ела траву, жевала ее. Чтобы красиво шел туман. Чтобы я это все в динамике снимал. Кстати говоря, длительность кадра для залива в стойке должна быть от 5-6 секунд до 1 минуты. Я обычно заливаю где-то 15 секунд. От 10 до 15 секунд. Это снять не тяжело даже своими ногами проводкой. Если кто понял старые уроки, как снимать на фотоаппараты. Используя просто свои крепкие ноги, крепкие руки. Завышенное ЧСВ. Полностью уверен в себе. Снимаешь вот так. Ну потом, если нужно, все это стабилизируешь. Сейчас вы как раз наблюдаете кадры для стоков. Логичный вопрос. А что мешает сейчас скачать это видео прямо с ютуба и использовать его в рекламных целях или перезалить на свои стоки? Во-первых, будьте честными людьми и не стоит так мыслить. Во-вторых, авторское право никто не отменял. И в случае, если раскроется использование чужого материала без приобретения соответствующих прав, это уже судебные дела. Ну а кабинеты на стоках, которые используют чужие изображения, довольно быстро находят и блокируют. А значит шанс выйти на какую-то прибыль ничтожно мал. И думаю сейчас как никогда возникает вопрос вывода средств. Например, PayPal для России больше не работает. Так что лично я использую систему Pioneer. И она пока еще рабочая. По крайней мере на момент монтажа этого ролика. Также мне подсказали варианты вот с такими картами, которые также являются криптокартами. Ссылочку для ознакомления оставлю в описании. Ну и напоследок хочу еще раз повторить свое мнение, что стоки, как и фотография, как источник заработка, это всегда риск. Никаких гарантий никто вам не даст. Покупка крутой современной камеры не сделает вас сразу высокооплачиваемым фотографом. Ровно так же как и периодическая заливка на фотостоки не даст вам мгновенную прибыль. Только регулярная практика, работа, оттачивание приемов и поэтапное раскрытие нюансов и конечно же систематизация даст положительный результат. Так что если взялись за это, то идите до конца. Полумеры тут не подходят. Итак, на этом все. Спасибо, что смотрели. Надеюсь это видео вам понравилось. Я старался, чтобы оно было не только познавательным, информативным, но еще и визуально красивым. Если информация была полезной, интересной, ставьте лайк. Если нет, дизлайк. Напишите, что не понравилось. Порекомендуйте, как дальше двигать такие видео, поскольку есть еще очень много интересных мест, которые я хотел бы вам показать. Рассказать о них, пофотографировать, поснимать земли с воздуха. В общем, материала хватает. Пишите, не стесняйтесь. Оцените это видео. Повторю еще раз. И до встречи в следующих выпусках. Они обязательно будут. Всем хорошего настроения. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова